ну что ж друзья всем привет всем доброй ночи миднет лофт онлайн как обычно с вами лофт терапия продолжается весна 2020 та весна которую мы по-другому себя представляли но все-таки хорошее настроение оптимизм мы еще сохраняем рада что вы со мной мы приглашаем каждый день новых гостей сегодня в нашей импровизированной студии ангелина гвоздарева скрипачка очень талантливая девушка замечательного всех смыслах этого слова участница лофт филармонии ангелина принимала участие в 6 серии это было самое практически начало февраль месяц 8 февраля 2019 года играла мэтнера играла бориса чайковского программа была вообще очень очень классная и такая нестандартная публика принимала на ура и вот в этом сезоне мы тоже должны были с ней встретиться немножко при других обстоятельствах сейчас мы видимо об этом обязательно поговорим но вот я уже вижу запрос поэтому не буду томить вас приглашаю ангелину нашу студию привет алис привет геля как дела отлично у тебя как у меня у меня по-разному но тоже в основном хорошо на позитиве видишь и при том что лофт филармония как бы в реальном мире немножко сейчас приостановлено я придумала как выйти из ситуации красиво как сделать так чтобы аудитория продолжала знакомиться но если уж не с музыкой то хотя бы с участниками с музыкантами это правильно который доведет в общем да абсолютно поэтому я сохраняю присутствие духа и стараюсь креативить несмотря ни на что потому что таки весна на дворе она подходит концу вот а весна это время обновления время какого-то такого креатива поэтому хочется как-то добиться и от вас музыкантов вообще чем вы там занимаетесь понятие как дела скажи как у тебя самоизоляция с чего все началось какие фазы ты прошла но у меня самоизоляция началась вообще с болезни когда настолько отправили на карантин на самоизоляцию точнее я сразу заболела и пролежала первую неделю валяясь в постели ничего не делая вот ты такой сомнительная достаточно ну да причем мало у кого так начинался карантин а я как раз была из тех кто сразу подхватила что-то переболела и потом в очередной раз я переболела два раза но вот сейчас здорово слава богу проговориться ну молодец я не буду спрашивать что это было то есть не прям я тоже не хочу знать да ты да я только хотела когда и сама не знаешь потому что нас так пугают в новостях пишут какие-то ужасы вот кстати говоря вчера очередной ужас вот давай с этого начнем просто новость ну вот ну вопиющая абсолютно по поводу прогулок по поводу того как правильно теперь посещать парке дело в том что вчера была забавная ситуация я сидела общалась с ловой в этот момент и я еще не знала я говорила ну вот сейчас 1 числа хотя бы распахнуться парке вот я уже вижу как я пойду и как люди тоже выйдут и может быть даже какой-то кофе удастся взять ну конечно удастся там все по подъездам уже не пила кофе с 16 марта получается вот как последний раз кофе бене было так да как раз с тобой виделись тогда не задолго до карантина как ты прокомментируешь гель эту ситуацию с парками то есть как бы но я еще вчера об этом узнала прости что перебила я еще вчера об этом узнала потому что я подписана на паблик в телеграме про коронавирус собственно вот я честно сказать сначала вообще ничего не поняла то есть я посмотрела на эту фотографию не поняла как можно как может вообще такое быть и просто закрыла вот а потом я зашла в инстаграм собственно увидела какие-то гневные комментарии у других людей и такая думаю так нужно вчитаться что это такое ну слава богу вообще можно гулять потому что я за карантин вот нормально гуляла два раза я просто не могу ну то есть совсем у нас вот я с сестрой живу вот и мы в однокомнатной квартире в маленькой достаточной квартире ну как-то мне просто уже кислорода не хватало просто выходить вокруг дома гулять тоже такое себе удовольствие и я как бы ну ходила я тоже офигела тогда решила проверить сколько шагов сделала сзади потому что первый раз у меня было десять с лишним тысяч вообще давно так находила много второй раз вообще уже на рекорд пошла 14 тысяч вот ну то есть спасибо что вообще можно прогуливаться но правда на самом деле да да там просто в экипировке в такой понимаешь не шуточной там прогулка по моему удовольствие принесет но весьма сомнительное потому что ты же ты же будешь в маске там я не знаю во всем этом ну жара же будет какая какая никакая все таки июнь на дворе практически но я не думаю что будет такое прям сто процентов количество людей которые будут эту маску постоянно носить потому что я например когда прогулся иногда ее снимаю потому что ну честно вообще невозможно дышать невозможно потому что очень жарко и как бы вот это вот сам факт того что что-то мешает дышать ну да ну понятно а кстати говоря гель ты знаешь что сегодня за день 28 мая тебе говорит о чем-то эта дата нет я ребята дорогая аудитория обожаю своих участников обожаю просто но на самом деле мы с тобой сейчас должны были как минимум сидеть на автопате а почему потому что сегодня четвертая дата из тех самых четырех дней которые мы должны были отловтить понимаешь понимаешь я обычно все концерты записываю в свой это свои либо заметки либо у меня есть google календарь такое приложение вот поэтому потому что ну помимо твоих концертов еще есть помимо ну помимо них еще много вот репетиции так далее поэтому я потом у меня ужасная память именно на дни на дни когда это все происходит и я по нему ориентируюсь вот на числа хорошо я запоминаю номера телефонов и так далее а такое нет ну понятно но в общем короче говоря мы же должны были с вами бомбануть потому что вы как бы второй такой инициативный квартет молодежь и это первая скрипка этого спасибо владимиру владимировичу владимир владимирович и ну сразу себе подумали не про того владимира владимирович который путин да ну в общем да на самом деле конечно команда у вас будет здоров и самое смешное что ты понимаешь сам конкурс его же перенесли на год на двадцать первый получает и соответственно у нас ты понимаешь какая ситуация мы все-таки это реализуем вопрос только когда и на самом деле вам наверное повезло ну потому что я так подозреваю что лов филармония как и все остальные площадки будет сначала каком-то онлайн формате мы не знаем как это будет точно то есть вы будете подальше поэтому есть вероятность того что вы сыграете как бы обычный классический такой концерт в нормальном формате так что здесь есть неоспоримый плюс ну а когда и как это будет потому что программа конечно очень интересная нестандартная для струнного квартета точнее уже своими именами вот но все равно я просто к тому что вы не расслабляетесь сказано сделано просто чуть отложено ну слава богу гель а вот как вообще как с учебой как консерватория как твои занятия то есть вот к сожалению это заболела к сожалению все затянулось но вот потом когда тоже поправилась тебе же нужно было входить какое-то рабочее русло как это было на самом деле ну я же болела не прям сплошняком вот у меня были просветы и в начале карантина я как раз занималась ну как это сказать много но не то что много качество занятий было совершенно другое нежели вот в том в ритме нежели в том ритме в котором я жила до этого вот ну потом после того как я уже третий раз заболела как-то я не ну входила очень долго вот это состояние занятия вот сейчас мне надо записать концерт битховена целиком потому что профессор требует вот и сейчас приходится вкалывать конечно но вообще это весьма специфичные занятия если вот сравнивать с тем как было я не могу сказать что они хуже они скорее другие потому что цели и как бы формат да это слово хорошо подходит сюда он другой поэтому и занятия другие соответственно ну зато мне нравится на самом деле мои занятия сейчас потому что я могу наконец-то целиком и полностью погрузиться вот в работу над ошибками своими собственными такой момент анализа как бы он сейчас присутствует больше степени да чем раньше ну нет я бы не сказала анализ у меня всегда присутствует в моей жизни я просто могу мне так мозг устроен время понимаешь время сейчас его много я не скажу что я грамотно им располагаю точнее реализую себя правильно не не думаю что это так но так как его много когда у меня появляется желание я как бы целиком и полностью в него погружаюсь и делаю вот а собственно больше ничего меня не тревожит до других дел нет поэтому как бы сейчас ты идет в своем ритме вот слушай ну а там формальные какие-то вещи ну вот типа как сессия то есть это же все сейчас еще не позади я так понимаю да учеба же продолжается в принципе учеба продолжается но учусь я хуже я тебе честно скажу на онлайн сдачи там нет я хожу на онлайн занятия но со сдачами у меня все вот я не могу понимаешь я вот привыкла что вот у меня есть дата да то есть когда надо прийти в живую что-то сдать ну те же вот например конспекты по философии я как сейчас помню в прошлом полугодии вот у меня есть дата вот все в тот день надо прийти все сдать там поговорить я вот морально готовишь мне есть дата я к ней вот все в последний момент естественно я все делаю а сейчас вот у нас такового срока нет и как-то вроде как все онлайн вроде ничего не понятно вот никто ничего не знает и я как-то так тоже не могу себя вот заставить понимаешь сесть слушай но это интересно кстати говоря ответ очень непопулярно в этих окошках так что спасибо тебе за еще одно мнение просто понимаешь какая-то неужели все занимаются прям такой нет ты знаешь я вот тут чаще слышал что типа алис да слушай да так удобно вообще не вставая с кровати заходишь на лекцию то есть как бы и вообще нормально идет учеба то есть как бы это вообще всегда нормальный формат на диване ну то есть имелось ввиду конечно не специальности имелись ввиду занятия мы тут вот честно говоря уже битых два месяца пытаемся все найти какой-то рецепт счастья а в чем идет речь и речь идет как бы в принципе об онлайн технологиях там в принципе о технологиях потому что музыканты ну давай честно но не все как бы с руками и с мозгами в плане того как пользоваться там редакторами да там какими-то ну я не знаю опциями которые в общем-то для ну для нашего времени для 21 века совершенно уже обычные и вот сейчас наступил такой момент x когда получается без этого уже никуда ну так получается вот у меня вопрос я такой провожу мониторинг среди коллег среди друзей ну вот все таки вот у тебя уровень по вот этой вот части знания программ софтов он как бы повысился или все-таки помимо тебя прошло если там установила microsoft teams и как-то там она пылится где-то где-то рядом ну просто как бы в это тебя был какой-то свой интерес что типа да пора вот все руки не доходили но вот сейчас уже бабахнула прям по голове значит надо ну дело в том что у меня руки доходили до этого понимаешь поэтому нет дело не в том что я вот так хотела этим заняться нет просто так по жизни сложилось ну вот например когда я училась в колледже я например печатала партитуры вручную их набирала на компе да ну вот так вот был у меня такой период ну и вот так по разному я же не только музыкой занималась конечно музыка это вот 90 процентов моего времени но тем не менее были ситуации даже я помню я работала месяц просто за компьютером ну такая вот была работа чисто там что-то набирать там документы заполнять и так далее вот так что нет в принципе ничего не изменилось потому что я как бы в этом прошаренная не побоюсь этого слова но опять же скажу что ответ совсем не распространенный но тут надо просто знать нашу тусовку но понятно а то что касается вот уже продолжение но все-таки нас продлили еще на две недели я понимаю что учебный процесс никуда не девается он пока продолжается но вот планы когда нас все-таки расхлопнут то есть ну отпуск какая-то вот все-таки жизнь обычная то есть какие вообще планы на ближайшие месяцы то есть вот на лето по крайней мере то что ты себе запланировала до того как с нами произошла самоизоляция это будет в каком-то виде реализовано то есть ты уже знаешь например как ты отдохнешь или как-то наоборот не будешь отдыхать или непонятно ну на самом деле точно я не знаю но я поеду к родителям потому что с ними надо увидеться мы и так редко видимся вот и скорее всего я проведу с ними вот оставшееся время летом два месяца может быть может быть если ситуация будет нормально да и деньги будут потому что тоже сейчас финансовый вопрос такой может мы поедем на море потому что ну я привыкла как-то летом хотя бы на недельку на море ездить не знаю вот мне вот витамина д не хватает вот этого всего покупаться я вообще это люблю вот этого не хватает конечно хотелось бы съездить вот понятно но я тебе этого всячески желаю ну да у меня вопрос именно связи как бы с отпуском ты знаешь а вот какой тебе отдых то есть получается ты любишь вот так вот приехать на море лечь как бы да вот это вот и неделю получать солнечные ванны то есть разные люди которые говорят вот мне два дня полежать а потом мне нужно все ноги горят надо куда-то бежать смотреть там музей картины не знаю что какой-то движняк вот какой-то человек в этом плане ну я на самом деле точно не могу тебе ответить потому что вот бывают ситуации когда вот мне вот хочется просто лежать и вот реально вот загорать на солнце там читать я вот люблю например всегда эти с книгой к морю вообще это просто сказка я еще короче прокачала уровень серьезно я врубать начала себе музыку классику представляешь я с классикой научилась читать книги никогда этого не мела но это вообще космос вот советую достаточно это сложно потому что раньше когда я включала я сразу понимаешь вот просто мозг не могла отключить я сразу на ноты там обращала на звук просто начала начинала анализировать но потом все просто особенно короче под шопена или моцарта и вообще идеально просто да советую как-нибудь попробуй ну ты знаешь попробовать я конечно попробую но мне кажется что я начну слушать музыку и то что я буду читать я буду просто читать куда-то туда в стол знаешь как бы просто для виду то есть читать ты знаешь это наверно связано с тем что ты пианист потому что у струнников знаешь мы когда в оркестр садимся там где-нибудь особенно на вторым за вторыми скрипками на последнем пути там вот у нас рядышком эти духовики или ударники не дай бог то все понимаешь уже нам нужно вот научиться отключать слух понимаешь просто по инерции вот а так я и я очень люблю понимаешь и путешествовать просто что-то смотреть ну то есть само собой разумеешься поэтому я не могу сказать не то и то нравится а может быть даже экстремальный вид спорта я бы с удовольствием например например горы собралась замечательно вот я помню мысль определенная подготовка ну да ну ну я вообще человек понимаешь такой люблю адреналин все дела то есть ты бы с парашютом прыгнула я бы наверное сначала очень сильно и долго думала об этом но я бы прыгнула в итоге особенно если бы со мной кто-то был вот я тоже я думаю что если у тебя будет правильная компания вот у меня вообще папа когда в армии служил он как раз прыгал очень много да вот это да ну он потому что он потому что слушай он ты бы с этого и начинал а ты сказал кто твой папа я бы как бы ну нет классный папа ты знаешь понятно понятно ну а вот по поводу досуга вот ты уже затронула книги просто тоже читающие на самом деле все читающие все грамотные люди что я говорю все творческие все хорошие вот но разница во вкусу кто-то любит билетристику кто-то любит там не знают активы кто-то любит еще что вот что у тебя таргет а что у тебя только по литературе ну вот я опять не могу себе точно ответить потому что ну сейчас я читаю время страстей человеческих мм а вот ну просто я ее купила где-то полтора года назад потому что я тогда прочитала стриё бритвы очень мне подруга подарил саша павлинка вот не знаю здесь она не здесь вот я прочитал ее быстро за два дня и мне это очень понравилось у него такой достаточно легкий стиль по повествованию очень естественный ну в общем нет как называется описание дуба как у толстого ну честно терпеть не могу если кстати сказать войну и мир я так и не смогла прочитать не вот не пошло вот все и я а я не люблю делать то чтобы не нравится все просто первый том просто идеально пошел ну все второй не могу что-то не так да вот просто вот как-то я вот начала читать сейчас такой резонанс опять вот душой моей понимаешь естеством и читается вот очень на самом деле я люблю детективы свое время вот я их много читала всякие причем грубо говоря прям от самых таких плохих детективах от донцов и устина ну знаешь это реально очень интересно особенно вот там определенная серия мне нравилась в лампе романовой вот у донца вообще просто любила вплоть до высоких самых детективов это ну там например во имя розы мне очень понравился или девушка в белом вообще замечательный правда очень специфичный детектив но вот я люблю приключенцы приключения читал свое время помню вообще да да извините а вот что-то типа там не знаю ремарка химингуэя вот такая никогда не читала ремарка очень много много друзей знакомых читала не могу вот и не знаю вот просто вот слышу почему-то фамилии не хочется начинала читать три товарища не пошло химингуэя читала прощая оружие да он замечать он замечательный конечно писатель вообще у меня с американской литературы если честно как-то не очень складывалось вот ну может быть конечно только господи мартины дэн у нас джек лондон да вот вот мартины дэн мне конечно безумно понравился это классная книга да да это это изумительная книга это просто фантазия так рыдаловка извините не знаю кто еще я конечно проспойлер но там вот эта сцена его смерти это конечно же вот я не рыдала гель но я как бы просто была в шоке то есть я даже плакать не могла потому что но это через вот это вот все понимаешь ну вот вот так да книга конечно очень непростая и знаешь я много раз даже когда мы попали на эту самоизоляцию дурацкие мысли что нужно читать так уже что-то глобально и была шальная мысль перечитать я не знаю причем почему мне пришла в голову именно эта книга финал нашла конечно что посчитать такое время да ты знаешь я не смогла то есть я такой как бы оптимист я только могу один раз через такое пройти вот эти я рыдала книги прощая оружие вот там я рыдала я прям помню то есть вот я не знаю почему меня накрыли вот даже говорю вот пожалуй из вот этого ну вот из американских писателей вот хэмингуэй и лондон просто вот не знаю вот я драйзера начинал например читать вот это знаменитая его трилогия финансисты и и сестру кэри причем я я в какой-то момент просто пришел ну надо почитать не так вот все понимаешь я прочитываю там какое-то количество причем даже много понимаешь я заставляю себя читать никакого удовольствия от этого не испытываю а я так не люблю вот нет ну конечно должно быть удовольствие потому что и так очень насыщенный график знаешь не от всего получается получить удовольствие в реальной жизни да то есть пардон даже какие-то сценические моменты но я не хочу сказать что сценические моменты превращаются в рутину просто количество концертов текста задач беготин так много что когда уже руки доходят до какого-то досуга хочется всецело погрузиться во что-то конечно безусловно приятно но я думаю что у каждого музыканта был момент когда он хотел либо бросить музыку либо просто вот здесь уже все сидело но у меня например часто было ну это такой балансирующий я бы сказала балансирующие состояние вашей качели то вверх то вниз это я считаю что это нормально это издержки профессии и у нас но это просто настроение понимаешь а как бы к смыслу к деятельности точнее к деятельности это как бы не имеет отношения просто так настроение меняется это нормально слушай ну ты такая боевая тогда просто я обязана задать вопрос а вот смотри характер да музыканта мы с тобой девушка девушки ты мне скажешь самое главное какие черты характера на твой взгляд как музыкант ну неважно женщина или мужчина должен непременно иметь чтобы вот при успехе именно музыкан да ну я думаю что первый фактор и первая черта которая по моему должна быть у всех музыкантов это воля воля потому что если у тебя нет воли ты не можешь просто переступить во первых через себя ты не можешь переступить через ну можно сказать мнение других потому что мне немного и ты как бы должен выбирать потом ты должен переступать через негативный опыт ты как-то должен его рационально воспринимать да то есть воля да и вообще в принципе когда ты выходишь на сцену это же в первую очередь страх не знаю как но я думаю очень много людей проходит через вот этот страх причем я стал часто сталкивалась тем что чем старше становились тем страх усиливался то есть вот самый знаменитый пожалуй пример это с давидом ой страхом потому что он реально он чем старше становился это факт он обыгрывался в каких-нибудь деревушках перед тем как выйти вот на какой-то серьезный концерт потому что как бы чем старше он становился тем более осознанное восприятие вообще мира было тем как бы более он осознавал тем больше он осознавал ответственность которую он как бы на себе несет поэтому воля это конечно первая вообще черта вот ну вторая ты три сказал или три но ну наверное это харизма это конечно харизма потому что ну просто если вспомнить ну не только музыкантов конечно просто вот мировую историю если бы у людей не было харизмы то невозможно объяснить например такие явления как мы там с гитлером или сталином дать то есть люди по сути совершали ну реально против морали шли вот против человечества можно сказать ну это конечно все относительно это лично мое мнение но если бы не было этой харизмы за ними бы никто не пошел и просто все они там остались поэтому харизма это конечно тоже главный фактор потому что человек с которой живет на сцене а музыкант как правило же неважно оркестрант ну ладно с оркестрантом там немножко другое но тем не менее люди которые выходят на сцену бишь в ансамблях это соло и так далее это конечно да и просто ты как бы в коллективе работаешь харизма она как бы должна присутствовать и с учениками в том числе вот ну а третье до третий но это конечно любовь любовь к своему делу потому что если ты занимаешься этим ради каких-то ну нет конечно ради выгоды надо этим заниматься это это бред то что только искусство ради искусства хотя я считаю что любовь конечно она должна быть как бы на первом месте потому что если ты это делаешь с любовью тогда это искусство если ты делаешь это просто потому что ты умеешь это рутина по моему мнению это ремесленничество просто ну да то есть музыка все таки ну как я думаю это и ну такая маленькая часть искусство в общем да хотя я считаю что музыка она как бы��에 больше таких высот нежели остальные отрасли вообще-то так и есть потому что смотри даже как бы другие отрасли они имеют какой-то материальный эквивалент что такое музыка музыка даже я тебе могу сказать вот неожиданное сочетания с точки зрения даже вот никак музыканту музыканта tach вопрос о том, как продавать музыкальное искусство. Вот сама по сути архитектура, да, вспомним, там, стульпатура, предсказительное, да, искусство, все имеет материальный носитель, кроме музыки, потому что музыка, что такое вот есть, как бы, творец, вот есть там автор, да, как-то это все там сопрягается, вот есть аудитория, и какое-то есть исполнение. Вот оно только что было, а вот его уже нет, да, а человек заплатил, как бы, там, деньги за билет. То есть, на самом деле, музыка величайшая из искусств, потому что, знаешь, музыку сравнивают с религией даже. Ну, в какой-то степени, да. А знаешь почему? Потому что человек, как бы, который там, допустим, сильно верует, да, вот такой сильный верующий, он настолько вот увлечен и поглощен как бы этим процессом, это его смысл жизни. То есть, то же самое говорят о музыке, потому что человек, который приходит на концерт или который еще, допустим, да, вот хуже, например, он ее транслирует, он ее исполняет, он ее как бы создает, получается, что вот он как какой-то медиум, какой-то портал, то есть он, по сути, вот тоже его можно в какой-то степени приравнять к какой-то, ну, к святыне, назовем так, к какой-то религии, да. И поэтому это тоже очень производит большое впечатление. Поэтому музыка, ох, это совсем не маленькая часть, она самая большая и самая необъяснимая, на мой взгляд. Да, ну, это, знаешь, мне больше всего нравятся слова Тиграна Абрамовича в каком-то, я, по-моему, смотрела на радио, приходил, точно не помню на какое, вот, и он там начинал со слов, то, что музыка, как бы, существует для того, господи, как же он сказал, а, музыка существует для выражения невыразимого, вот, это вот просто, по-моему, вот сто процентов, правда. Точнее нет слов. Ну, по сути, так. Ну, потому что, ну, понимаешь, вот, любое слово взять, да, и у него есть определенные рамки. Есть вот какие-то вещи, которыми словами, которые словами не выразить. Поэтому, конечно, музыка, это, в первую очередь, язык всего мира. Что, ну, все поймут, грубо говоря, там, веселая мелодия, радостная, печальная, ну, вот если прям совсем тривиально. Ну, действительно. А есть какие-то вещи, которые вообще невозможно объяснить. Например, вот, там, взять музыку Брамса, да, или Моцарта, вот для меня это, наверное, самый вообще гениальный композитор, или Баха. Ну, невозможно, на самом деле, вот точно определить, о чем эта музыка. Вот сколько бы там теоретики не пытались, там, или музыковеды, ну, вот невозможно. Да, это непостижимо. Ну, ты знаешь, сейчас бы возмутилась другая категория граждан, а именно математики и физики, которые бы сказали, что есть еще один язык, который понимают все вне зависимости там от национальности, да, ну, потому что математическое выражение, любая форма, ну, ты же понимаешь, о чем я говорю. Но для этого нужны знания определенные все-таки. Ну, грубо говоря, два плюс два, понимаешь, тоже знают только те, кто учился в школе. Вот если человека в джунгли отправить. Понимаешь, а музыка, она как бы все равно, понимаешь, на каком-то вот, не знаю, подсознательном уровне. Ну, тут с тобой я спорить не буду, да, безусловно. Тем более я хотела, знаешь, как немножко примирить эту ситуацию. Ты уже в любом случае доказала, что музыка круче, это понимаешь. Но я попытаюсь отыграться, и сказав, что был всегда тандем физиков и лириков. И, знаешь, мы такие как бы похожие и непохожие одновременно, как части одного целого. Поэтому у нас и похожие пинцы, у нас похожие языки. Короче, нас все понимают, а мы для этого ничего как бы не делаем толком. Просто осуществуем и дарим свое искусство, скажем так. Еле, слушай. Ну, а вот по поводу релаксации. Вот у нас тут тоже такая тема постоянно. Ну, музыканты неспокойный народ. Ну, вот смотри, в тебе очень много энергии. Это не то, чтобы ты была спокойная, но ты фонтанируешь, да, какими-то идеями. Ты очень деятельная, там, энергичная. И, слава богу, такие люди в нашем мире встречаются. Мы пока умолчим временно от другой категории граждан, которые, наоборот, всегда будут. Вот. Ну, у них, видимо, это в каком-то другом режиме существует. Так к чему я клоню? Вот такая ситуация, да, вот, ну, казалось бы, ничего не происходит по самоизоляции. Сиди да занимайся, да. Но вот многие не могут, не могут как-то примириться с ситуацией. У кого-то совесть их сжирает целыми днями, что мол, как же, где концерты, их начинают бомбить изнутри. Вот что можно посоветовать аудитории, музыкантам в таком случае, как ты думаешь? Что для тебя, вот, рабочий какой-то процесс в этом направлении? Ну, на самом деле, я тут не самый лучший советчик, потому что, ну, у меня такая есть, не знаю, хорошая чета, нехорошая. Просто у меня есть чета, я отлично себя чувствую там, наедине с собой, грубо говоря. Ну, то есть, у меня нет, слава богу, спасибо моим друзьям, нет недостатка общения, но наедине с собой я замечательно себя чувствую. Вот, я всегда найду, чем заняться, потом я просто люблю полежать и подумать там, не знаю, о жизни или прям там совсем неизменных вещей. Ну, человек я все-таки. Извините. Вот, поэтому я не знаю, просто, ну, единственное, что могу сказать, вот, чисто от себя, что просто нужно как бы погрузиться в себя, посмотреть на мир по-новому, находить какие-то в обыденных вещах радости, потому что, действительно, мы на протяжении жизни многого не замечаем, того, что у нас есть. Это факт. Вот. Ну, я как бы стараюсь работать в этом направлении, но тоже сейчас многое изменилось. И как бы я, я поэтому себя отлично чувствую. Не скажу, что мне нравится вот сидеть дома, да, не скажу. то есть мне прогулок не хватает. Я вообще человек зависимый от прогулок. Я особенно люблю, вот, когда лето наступает, жарко, по ночам гулять по Москве, вот прям. Вот у меня вот, вот Соня сидит в эфире, мы с ней любим, у нас маршрут от Пушкинской до Таганской, понимаешь, пешком пройти вообще. Классный маршрутик, отличный. Отличный, отличный маршрут просто. По набережной там проходишь, все. Поэтому просто находите радости в обыденных вещах, найдите чем, есть всегда чем заняться. Да, блин, даже лежать на диване целый день это отличное время провождения. Потому что, когда вы еще полежите? Ну да, вот надо, видимо, просто понять, что сейчас, когда выпустят, начнутся, ну, другие какие-то челленджи и проблемы, потому что ведь все, чего мы не сделали в реальности, это никуда не делается и придется доделывать. Вот я тоже, я просто понимаю, что все эти дела, они копятся, понимаешь? На самом деле, это очень страшно. То есть я бы, на самом деле, медитировала не с точки зрения, что как бы нечем заняться. Нет-нет, я с тобой солидарно, я уж точно нашла тоже, чем заниматься. Вот, в этом абсолютно тебя заверяю. Но у меня небольшой стресс связан с тем, что я понимаю, что, а вот дальше, да, и дальше вот выпадают, знаешь, окна с такими опциями, что же будет дальше? Но поскольку не объявляют глобально, ты знаешь, мне немножко напрягает ситуация, в которую попала Россия, я не знаю, может быть, конечно, все решится в ближайшее время. Но вот по сравнению, да, с Западом, где, ну, хорошо, не называются, может быть, конкретные месяцы восстановления этих мероприятий, да, массовых, но все-таки мы видим, что какая-то работа ведется, как там, например, театры в шахматном порядке уже выставили эти стулья, ну, зрительные ряды вот эти вот, то есть, ну, хотя бы видно, что люди чем-то заняты, как бы они пытаются решить эту проблему, да, у нас вообще, ну, тишина и покой, то есть, знаешь, где филармония, где, я не знаю, где зарядье, куда они все делись, то есть, полная тишина, и это такая, в общем, подозрительная тишина. Ну, какое-то там, я видела, на днях опубликовали интервью министра культуры, где она дает комментарий, что, ну, как бы ничего особо не понятно, ничего не понятно, ничего не понятно, разными словами повторяется в трех абзацах, ну, в общем, ну и все, ну, как-то там будем что-то делать, поэтому, вот, знаешь, у меня такой вопрос, чисто практически, вот на сегодняшний день у тебя лично, вот по твоим, как бы, каким-то, не знаю, связям, контактам, вот когда планируется первый реальный концерт? Я думаю, только в сентябре. Не, ну, если в сентябре, это еще не так плохо, тут называли уже... Я не знаю, я не знаю, мне кажется, что за лето вполне, не знаю, вот такие вот ощущения личные. Хорошо. Мы, конечно, об этом узнаем в последний момент, потому что у нас такой менталитет в стране, вот в последний момент, мы тебя, вот даже с коронавирусом, вот смотри, ну, правда, ну, все страны уже закрылись, там уже непонятно, у нас, у нас даже вот эти цифры-то, такие вообще, большие цифры, такие высокие, показатели, мне кажется, что как бы все раньше закрутилось. Но у нас, вот я как человек, я сама не сходила в больницу, ты понимаешь? Я вот реально боюсь. Ну, и я знаю случаи, у меня действительно много знакомых, приезжали доктора, говорили, все в порядке, выпейте таблетку, до свидания. У него там 38, температура, например. Ну, просто такой менталитет, но потом, когда, когда уже все, уже понятно, что нельзя тянуть, все, вот вдруг, как-то налаживается. Поэтому я как бы верю в это. Ну, хорошо, да, это Бог, посмотрим, как будет. Слушай, ну, а вот касательно путешествий, вот ты уже упомянула, что как тебе это нравится, но сейчас непонятно, опять же, с границами, когда-то все расплопнется. Но вот из того, что было, мне просто любопытно, какие у тебя самые любимые страны, и какие, может быть, самые запоминающиеся концертные поездки, то есть, что это было, вот твой самый такой яркий опыт, почему интересуюсь, потому что, ну, опять же, сейчас я склонна к какой-то ностальгии, там, рефлексии, да, в известной степени. Интересно узнать, что же было яркого? Ну, моя самая любимая страна, это Италия. Я обожаю Италию, обожаю итальянцев, вот просто мне их безумно жалко, с их ситуацией такой ужасной, потому что это страна с огромной историей, это страна вообще, где люди обладают невероятным позитивом и энергией, и мне кажется, вообще они очень красивые люди. Вот просто, вот энергетика такая у них. И, конечно, мне нравится, что у них традиции сохранились, несмотря на всю историю, потому что у нас, к сожалению, все традиции так немножко назывались, а я очень уважаю традиции, в принципе, вот национальные такие. Поэтому, конечно, Италия, вот когда я была в Италии, собственно, меня это вот вообще поразило до безумия, поэтому я мечтаю еще раз туда съездить всю Италию, вот прям. Где ты была, в каких городах? Я вообще туда сначала приехала на конкурс. Я так говорю, как будто там несколько раз было. Ладно, приехала туда один раз, но была там достаточно много. Вот, я была там на конкурсе по стакине, и мы жили в таком, короче, городе, в фирме, он весь из камня был выстроен. Вот, и там такие маленькие улочки, такая холмистая местность, вот такой старинный прям город средневековый, вот, безумно красивый, и люди изумительные. Я просто помню, как я вышла после заключительного концерта, и очень хотела съесть. Время уже было там позднее, до 11 часов, значит, мы с моим преподавателем пошли искать кафе, нашли кафешку, которая в это время работала, которая минут через 15 закрывалась, но мы пришли там вообще, я не буду, она не говорила на английском, мы на какой-то интуиции поняли, нужно поесть. Вот, мы попросили нас накормить, потом она начала говорить, что мы закрываемся, мы такие, ой, нам некуда идти. В общем, в итоге она закрыла кафе, мы с ней остались, включили караоке и пели итальянские песни до ночи. Вообще, я просто тогда влюбилась, серьезно. Потом мы были в Милане, я сходила, купила дорогущий билет на электру, в Ласкало, вот, меня изумило тогда, которая как раз за электру пела, вообще, они пили без подзвучки, там был огромный зал, мы сидели в ложь, и она просто прорывала своим голосом, и такой сумасшедший образ был, с ума сойти. Вот, ну, конечно, дуовы посмотрели, ну, в общем, мы много не успели, еще сходили в пару музеев, вот сколько там у нас было времени, и там еще, когда жили в фирму, мы ездили в соседние города, и на море съездили, вот, был тогда май, тогда только потеплело, и мы единственные, кто залез в море и покупался. Вот, но сама атмосфера, и вообще люди, вот, у меня просто в самое сердце. Нет, они замечательные, говорят, кстати говоря, что итальянцы по менталитету очень близки вот русскому человеку. Да, да. То есть мы друг друга понимаем лишних слов, просто вот по взглядам, по жестам буквально. то есть они такие, да, они френдли ребята, и с ними действительно комфортно. Да, наверное, из европейцев мне тоже они очень нравятся, очень близки. То есть ты не была в Венеце, например, да? Нет, к сожалению, не была, потом как-то вот не сложилась. А концертная поездка такая, которая меня поразила, это мы ездили на гастроли в Словению, у нас там был концерт в филармонии, вот, я когда в ЦМШ училась, у нас была как раз вот эта поездка. Мне тогда очень понравилось в Любляне, мы там тогда, помню, в замок ходили, который вот у них центральный, ну, и там с нами русские ходили, так сказать, наши гиды. вот именно концертная жизнь мне там очень сильно понравилась, вот, такие же невнимательные. А вот, если говорить о Москве, возьмем как бы более мелкую такую единицу по местности, тоже мне мелкая единица, какие концертные площадки, ну, вот, знаешь, только не целом, наверное, возьмем, вот конкретно, какие залы вот тебе нравятся? Малый зал, мой любимый. Все. Не, ну, понятно, что ты будешь топить за консерваторией, подожди, ну ладно. нет, дело не в консерватории, вот, просто малый зал консерватории. И все, точка, больше ничего, да? Ну, не скажу, что я вот прям, ну, в заряде не скажу, что мне понравилось, вот. Большой зал, там, хорошо, ну, он для меня слишком большой. Я думаю, хорошо. Да, а малый зал, и играть там приятнее всего как-то, хотя он сложный зал. Не знаю, там идеальная вообще акустика, но там как-то сложно играть. И, кстати, много, даже играть мне говорил, что там сложно играть. Я такая, господи, ну, хоть ему сложно играть, но тебе все потеряно. Вот. Вовти, конечно, слушай, там такая атмосфера, что я всем уже говорила, что там безумная атмосфера, и всегда будет так вообще. Не, но мне очень приятно. Да, ну, вот именно чисто сам зал, это малый зал. Я даже не могу тебе сказать, что филармония мне тоже не нравится. Ну, вот так. И камера. А филармония 2, подожди. И филармония 2 мне не нравится. Я, кстати, сказать, там играла, и тоже не понравилась. Так, понятно, вычеркиваем. Ну, слушай, Гель, значит, надо строить какой-то новый зал. Ну что, я тут вижу только одно решение. Да, ну, может быть, филармония что-то еще построит. Будем надеяться. Вообще, вот как концертная площадка, филармония, конечно, молодец. Вот, я их уважаю. Я, кстати сказать, уважаю их больше, чем консерватория. Ну, все, после таких слов точно эфир нельзя сохранять. Ну, все можно, нет, просто на самом деле филармония, ну что, там менеджмент есть, филармония так называемая. Нет, просто, понимаешь, любая площадка, любые залы, хорошие, ну, изначально плохие, все абсолютно, как бы, подвластно человеку в плане раскрутки, если к этому подходить с мозгами и с руками. Вот, лично я всегда придерживаюсь такого мнения. Да, хотелось бы, чтобы в зале была хорошая акустика, но, может быть, это сейчас прозвучит ужасно с моей стороны, но иногда, даже при отсутствии таковой, можно сделать все равно конфетку. Знаешь, это как я сейчас тоже что-то пришла в голову идея, если лоб филармония когда-нибудь будет открывать еще одно какое-то свое помещение, ну, мало ли, вдруг мы построим зал. Слушай, ну, мечтать не вредно, вредно не мечтать, да? Вот, я тебя обязательно позову как эксперта и критика по акустике. То есть я, знаешь, буду строить, я скажу, так, подождите, стоп, такая, так, скрипку в руки, ты скажешь, возьмешь одну ноту, скажешь, нет, нет, я говорю, так и сворачиваем все, здесь не строим, так не строим. Кстати сказать, если брать не Москву, а вот Россию, у меня был концерт в городе Таркасале, ну, это город на севере, в моем округе, родном. Вот, и там очень хорошая школа, отстроенная, вот, несколько лет назад, причем туда очень много денег, большое финансирование было, вот, поэтому там, во-первых, рояли, фациоли новые привезли, вот, потом там не пожалели денег и делали огромный зал по типу как раз малого, итальянские эти архитекторы, не знаю, как эта профессия называется, ну, архитекторы этим занимаются, да, насколько я знаю, архитекторы, да. Вот, и там, вот у нас был концерт, и там безумно крутая акустика, вот, в плане акустики и атмосферы, и он идеальный по размеру еще, вот он не маленький, но небольшой, то есть вот там, и там, кстати, люди тоже. Не маленький, это сколько, 500 мест где-то, или сколько? Ну, грубо говоря, да. Ну, вы понимаете, для меня вот малый зал, он как бы небольшой зал, но он не маленький. Ну, малый зал, насколько я помню, там 300 плюс мест, как бы, 300. Ну, вот он, вот там тоже был примерно, чуть-чуть больше, может быть, чем малый зал, вот. Ну, вообще, если честно, это оптимально, потому что в каком зале, как бы, ты еще, что называется, видишь, как бы вообще, конец этого зала, да, ты можешь как-то его, ну, охватить, то есть даже вот чисто по-человечески, да, вот, даже тут дело не в акустике, вот просто сам выходишь, ну, скрипач, вообще вы стоите, как бы, что называется, вот, лицом, пианист, ну, как бы всегда комфортнее играть в том помещении, в котором ты видишь вообще, где свет в конце тоннеля, так сказать, потому что когда это супербольшой зал, ну, не знаю, да, формат спорный, не всем так комфортно, кстати говоря, все об этом говорят, сознаются, что да, прикольно сыграть там на 3000 места, на 5000 мест, но начинается подзвучка какая-нибудь, а даже если без подзвучки, человек чувствует себя вот немножко, ну, каким-то муравьем вообще на этом празднике жизни. Ну, вообще, это, конечно, нужно крепкие нервы иметь, чтобы в таких залах играть. Ну, вот оркестр в таких залах звучит отлично, оркестр, все что-то массивное там, да, монументальное, вот, отлично подходит таким залам, но вот когда ты один выходишь, ты, конечно, ну, не каждый, во-первых, с этим справится, потом я считаю, например, что эффект, вот, да, восприятие, он, конечно, смазывается совершенным образом, то есть, когда ты сидишь на балконе, ну, это ж вообще не то. Да, согласна, согласна. Потом, это просто энергетика, она тоже, ну, очень редко, когда доходит, и то, это тоже, там надо из штанов. Там даже из штанов не поможет, там надо от всего вылезти, и со сцены прыгнуть. В зал, и чтобы тебя еще поймали после этого. И понесли так по портеру, и подкинули на балкон. Да, совершенно верно, я тоже себе увидела прямо эту картинку, Ангелина, слушай, ну, а вот, ты такой творческий человек, ну, а человек талантливый, талантлив во всем, это же уже как бы прописная истина, не я это сказала. Ну, да, допустим. Чувство юмора, это хорошо. Слушай, скажи, вот такие у тебя есть еще, ну, вот, таланты такие, скрытые, может быть, они и не скрытые, а совсем даже открытые, просто о которых я не знаю, о которых не знают наша аудитория. Вот, что ты умеешь красивого делать? Ну, красиво, я думаю, ничего я не умею делать, если так объективно говорить. Ну, некрасиво, но я люблю в игры играть в компьютерные, вот, у меня страсть такая, особенно в стратегии, да, это хроники героев 2000 года, это мое вот просто, я их столько раз в них играла, вот, до сих пор люблю в мобильные игры. Да, нет, и вообще, слушай, ой, Эндрих, привет, игры это вообще, там как раз, кстати сказать, вот это там, как и с музыкой, там нет предела, понимаешь, вот есть такие фантастические игры, например, есть такая, если вдруг тебя заинтересует, есть такая игра, Сайберия, она называется, ну, по-английски, Сибирь, естественно, вот, она выпущена еще в начале 2000-х французским разработчиком, вообще гениальнейшая игра, с гениальным абсолютно сюжетом, там вот реально философия целая, это там вообще культовая игра в трех частях, вот, это действительно вот искусство, поэтому я преклоняюсь, есть очень много таких игр, ну, потом они, конечно, как в развлекательной сфере, абсолютно тоже невероятны, там вот, например, очень знаменитая тоже серия игр, это Assassin's Creed, вот, несколько частей я прошла, тоже там прям, прям полное погружение, да и вообще погружение в какую-либо реальность, это круто, особенно в условиях карантина. Ну, вот сейчас нас как раз слушает Билл Гейтс, ему очень нравится этот эфир, вот, ну, нет, на самом деле, ты знаешь, хочу тебе сказать, что когда я была маленькая, я играла вот в какие-то стратегии, мне нравились, очень нравились эти игрушки, потом как-то все это свернулось, потому что, ну, во-первых, я переехала в Москву, где у меня по сей день нет даже, как бы, телевизора никогда не было, да, компьютеры и все технологии, но я занимаюсь несколькими другими вещами, с помощью этих вещей. То есть нет, в чем-то, я как бы не то, что тебя услышала, я тебя прекрасно понимаю, и даже в известной степени ту самую виртуальную реальность, которая так сильно за тебя делает, я тоже создала, это Black Box. Это, да. Ну, я говорю, видишь, у меня свой способ. Да, да, но ты знаешь, это наталкивает на мысли, и может быть, наступит такой светлый день на самоизоляции, когда руки потянутся, я не буду себе препятствовать, потому что, раз когда-то это было, значит, я быстро снова войду в это русло. Да. Нет, ты погугли, там можно вот прям найти такие простые игры тоже, но с интересным сюжетом. Я вообще простые, зачем ты мне так сразу как бы... Нет, просто есть, вот ты не представляешь, до чего техника дошла, есть такие сложности, вот реально просто, потом, ну, компьютеры можно просто не тянуть там, потому что они весят невероятное количество, и видеокарты, ну, которая графику угрозит, она тоже может часто не понять, поддерживать, поэтому тут проблема. Что вспомнила, что у меня был на самом деле относительно не такой давний опыт, вот, кстати, я прошла одну современную игру, боже, это было совершенно случайно, меня просто, можно сказать, заставили, называется она «Инсайд», по-моему, я тебе даже рассказывала, про пацана в красной футболке. А, да, ты мне говорила, ну, я бы с нее сама не играла. Слушай, поиграй, потому что, на самом деле, ну, как бы это считается такой средней, сочной руки, то есть надо мной, конечно, пацаны катали там, да это боже, но я, я с тобой так не подсказываю, надо именно думать, там какие-то подсказки, бродилки-ходилки, то есть там не все так просто, но она не считается прямо супертовой, но очень страшная, как мне показалось, потому что все в таких вот мрачных тонах. Ой, хорроры, игры, это вообще идеально, обожаю, я вообще поклонник ужастиков, скин, вообще просто обожаю. Так вот, представляешь? Слушай, хорошо, а с этим понятно, но все-таки вот вернемся к искусству к нашему, а рисовать, а там, я не знаю, глиняные всякие вот эти вот там, не знаю, бидончики, кушинчики. Знаешь, как я люблю рисовать? Как? Когда я сижу в компании друзей, мы, значит, берем краску и друг друга разрисуем, вообще пальцами рисовать самое крутое. А, кстати, это вот уже шаг, бодиарка. Ну, у меня были идеи, но я, к сожалению, так их не реализовала, но в моей голове я уже тысячу раз это сделала. Вот, ну, в детстве, в детстве я рисовала, то есть мне хотелось, даже я думаю, вот пойду художку, до свидания, музыка, ну, совсем в далеком детстве, но нет. Как? Ну, просто на самом деле, честно скажу, у меня не то, чтобы прям много талантов, ну, и, может, я об этом не знаю, но как-то, вот пазлы я люблю собирать, но я так и не купила пазлы на карантине, а раньше я собирала, да, вот много собирала, и полторы тысячи, и тысячу собирала, да. Мне просто, честно... Тебя в гости позвать, у меня на третихе лежит. О-о-о-о, все, еду. Выезжай, прямо сейчас. Так вообще я очень, за это время, я даже не скажу, что я много книг прочитала, я, наоборот, до этого больше читала, чем сейчас. Видишь, как это работает. Я сейчас безумно много сериалов просмотрела, вот именно сериалов, не фильмов даже. Фильмы я всегда, каждый день смотрела на ночь. Иногда досматривала, иногда нет, все как пойдет, какой фильм. Вот, а сейчас я очень много сериалов посмотрела вообще. А какие? Ну, во-первых, я поклонник японской культуры. Кстати, сказать, Япония, это та страна, куда я хочу светить. Но туда очень дорого пока. У меня мечта вообще посмотреть на цветущую сакуру, все просто. Потому что это фантастически, фантастически. К сожалению, билеты дорогие в сезон, там же этот короткий сезон у них, сезон светения сакурусов, так и называется, три недели. Поэтому туда очень сложно попасть, потом там только в определенных регионах. Вот, у меня мечта. Я очень люблю японцев, люблю японскую культуру. Очень интересные. Они очень интересные. Вот, и поэтому, собственно, я аниме смотрю, вот. Но я помимо аниме, конечно, еще обычные сериалы посмотрела. Вот. Вот сейчас Мир Дикого Запада смотрю. О, я просмотрела два сезона, вот третий сезон мне сказали, что, типа, ну, так все хорошо начиналось, а потом, смотри, типа, что-то там они стухли. А ты какой сезон смотришь? Третий, последний? Второй, второй я сейчас смотрю. Вначале, да. Не, ну, второй, второй это еще тема, потому что, ну, первый, наверное, самый крутой все-таки, ну, как это часто бывает. Ну, Очень достойный, я считаю, что те, кто говорят, что второй плохой или как-то хуже, но они просто не понимают всей этой темы. Вот, а третий, ну, наверное, посмотрю, когда уже все серии выйдут, потому что, насколько я знаю, что на Нетфликсе там каждую неделю, по-моему, на самом деле. Ты знаешь, даже оказавшись в такой ситуации, я вспомнила этот сериал, почему? Вот так вот. Слушай, главная героиня мне не нравится совсем. Это тоже не нравится, и мне кажется, что этой блондинке не подходит вообще имя Долорес, в принципе, абсолютно, как-то вот, ну, не вяжется. Честно, я даже за то, чтобы они ее сделали более шаблонной, такой, знаешь, доброй дурочкой, я уже даже за это, я не очень люблю такой типаж персонажей, но это очень часто такой встречающийся, но в этот момент я реально подумала, лучше бы она была шаблонной. Хотя вот я даже не могу сказать, что она не шаблонная, потому что то, как она себя ведет, это вот с Дейенерис точно вот какие-то такие ассоциации. Вообще, они очень похожи. На самом деле, после окончания твоего второго сезона, потому что сейчас, ты говоришь, что она шаблонная, я ведет, ну, не знаю. Да? Ну, все, понятно, я смотрю. Ты смотри, да я не буду спойлеры себе устраивать. Хорошо. Слушай, ну, а то, что касается вот конспирологических теорий, которые сейчас звучали, ну, вот не особо как бы выказывая ту теорию, которая тебе ближе всего, ну, вот как ты считаешь, есть в этом что-то правдивое или все это полный бред? Я не очень поняла вопрос, Лиза, конкретно, что ты имеешь в виду? Какая теория? Да любая из тех, которые существуют, то есть как бы, ну, вирус вирусом, как бы. ты имеешь в виду, так сказать, откуда вообще это все идет, да? Ну, да, вот минутка эзотерики в наших окнах. Ну, у меня на самом деле смешные чувства, потому что я все время мечусь между тем, что это какая-то случайность дикая, вообще абсолютно, и придерживаясь все-таки теории, наверное, заговора такого, мирового. Ну, потому что я, например, точно знаю, что у нас есть мировое правительство. Ну, все, точно, эфир нельзя сохранять. Ты прямо сказала, что ты точно знаешь? Я прям точно знаю, прям точно. Любопытно оттуда ты точно знаешь. Ну, как минимум, факт, то, что есть такие закрытые сообщества, которые какое-то вот большое количество людей контролируют, это факт. То есть, много журналистов, которые посвятили вот этим исследованиям. Потом, конечно, знаменитая вот книга, это «Комитет 300». Не знаю, может, читала, не читала, может, просто курсы. В общем, грубо говоря, человек, который ее написал, он состоял в этом мировом правительстве. И потом быстренько слился в какой-то момент. Видимо, она, по-моему, в 90-х вышла. Точно не помню. Вот. И он в этой книге как бы это все рассекретил. Потом, через какое-то время, он умер после выпуска этой книги, насколько я помню. Ну, и как бы она стала просто такой художественной. Вот. Хотя, конечно, существует мнение, что вот это значит правда и так далее. Ну, вот. Ну, так, по гуглу. В общем-то, можно не считать. Так что, надо погуглить, и все еще говорят, что типа очень ситуация похожа на фильм заражения, да, и все так перестают смиряться в этот момент. Ну, и последний вопрос, который не менее, как бы, душещипательный. чему тебя научила самоизоляция? Ой, слушай, я просто избавился от какой-то постоянной депрессии. Ну, то есть, у меня ее не было, в общем-то, но я в какое-то уравновешенное состояние вот пришла. То есть, я себя поняла, других так поняла. Всех ценить стало больше. Музыку ценить, может быть, в какой-то степени даже больше. Но, ну, в общем, для меня это как-то даже в плюс пошло больше. Нет, ну, это очень хорошо, потому что, знаешь, мне кажется, что нужно с тебя брать пример, нет, на полном серьезе, потому что многие долго достаточно провели в таком состоянии, ну, даже не то, что непонимание, непонимание того общего направления жить, понимаешь? Просто, понимаешь, для меня жить, вот, само слово, это немножко другое, потому что я знаю, что многие жить, это подразумевает какую-то деятельность, да, ну, я имею в виду такую реальную деятельность, то есть там, что-то делать, выходить там, что просто, то есть какой-то, грубо говоря, Движ, опыт, да, Движ, происходить должен. Со мной это не так, я просто не такой человек, хотя я люблю Движ, то есть я не говорю, что я там затворница и дома, ничего вообще нет такого, ну, просто для меня деятельность просто само по себе немножко другое означает, вот все. поэтому как бы для меня ничего не изменилось в какой-то степени. Ну, понятно, нет, ну, а вот что касается, допустим, физиологии чисто, потому что многим не хватает движения, ну, как и тебе, ну, как всем нам, в смысле, как ты решаешь этот вопрос? Слушай, я наконец-то спортом нормально занялась, понимаешь, не просто там два раза в месяц я там что-то поделала, а вот реально, понимаешь, три-четыре раза в неделю у меня тренировки, я вот уже, собственно, уже больше месяца уже даже занимаюсь, так что вообще отлично. Ну, то есть правда-правда. И появились. Ну, что? Ну, оставим еще на потом, да, какие-то наши вопросы. Попрощаемся со всеми, потому что нельзя же сразу все упасть. Да не говори, так можно часами болтать. Да. Ну, все, Спасибо, Алис. Все, давай. Пока, ребят, пока.